здравствуйте ваше внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня в четверг мы наблюдаем как азия торгуется разонаправленно китай в основном китайские основные фондовые индексы в основном находятся в красной зоне что касается японии кореи а также австралии новой зеландии то здесь наблюдается в общем-то позитивная динамика можно говорить о том что тема с возможным достижением соглашения между пекином и вашингтоном на сами на саммите большой двадцатки в буэнос-айресе который состоится в конце этого месяца продолжает поддерживать настроение участников рынка которые надеются что действительно возможно будет заключено соглашение между американцами и китайцами по опять же их торговым взаимоотношениям в общем на наш взгляд это основной позитивный фактор который сейчас не поддерживает спрос на акции в мире но и также оказывает понижательное давление на курс американского доллара прежде всего мы наблюдаем как он снижается уже несколько дней подряд против новозеландцы и австралийца что касается рынка нефти то здесь динамика остается негативные хотя сейчас утром мы наблюдаем как котировки черного золота пытаются подрастать хотя по большому счету у нас существуют большие сомнения в том что в ближайшее время удастся им вырасти здесь есть один важный фактор это продолжение роста добычи сланцевой нефти в соединенных штатах с другой стороны американцы ну скажем так несколько ослабили свое санкционное давление на иран сделали его выборочным и на этом фоне также существует вероятность поставок на мировой рынок иранской нефти что также несколько понизило ожидание того что она практически вообще прекратится поступать на мировой рынок а значит будет расти дефицит этого вида сырья но если обратить внимание на валютный рынок кто здесь как я уже сказал американский доллар снижается против техкианских валют но продолжает консолидироваться по отношению к евро британской валюте канадскому доллару и здесь в последнее время наметилась укрепление наоборот американского доллара единой европейской валюты против российского рубля но это уже внутренние проблемы россии которые связаны с одной стороны с ожиданием санкций от американцев которые ближайшее время будут объявлены с другой стороны мы видим как на волне падение спроса на облигации федерального займа в общем-то рубль перешел к более активному снижению ну что уж обратив внимание на ситуацию на рынках я хочу предложить вам две торговые идеи а я буду уже традиционно для этой недели говорить о двух валютных парах новозеландский доллар американский доллар и австралийский доллар и американский доллар конечно же и так пара новозеландский американский доллар она остается в краткосрочно восходящем тренде как мне представляется если пара сегодня удержится выше отметки 0.6770 и преодолеет уровень 0.6800 она может подрасти к отметке 0.6850 позитивным фактором для этой пары также для австралийской является изъятие из протокола последнего заседания местного новозеландского регулятора которая состоялась вчера фраза о том что банк может понизить процентные ставки это является поддерживающим фактором для новозеландской валюты что касается ситуации вокруг австралийского доллара торгуемого противоамериканского я тоже полагаю что у пары будет потенциал для локального повышения и так на мой взгляд если пара удержится выше уровня 0.7260 и преодолеет отметку 0.7300 она может подрасти к уровню 0.7350 ну что ж вот такая картина складывается сегодня утром перед открытием торгов в европе а мы со своей стороны продолжаем следить за ситуацией на рынках с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч